МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Привет! Это программа «Кино в деталях» и я, ее ведущий, Федор Бондарчук. Смотрите сегодня выпуски. Стивен Спилберг с азартом 12-летнего подростка выпускает сверхтехнологичный визуальный киношедевр. Это какой-то уж совсем неприличный уровень визуального совершенства. Первому игроку приготовиться за 150 секунд на детали его разберет Никита Карцев. Короче, первому игроку приготовиться и получать, и получать, и получать удовольствие. Первый пилот у летного экипажа. Поднимать каждый день в воздух эту махину, это нужно быть немножко ненормальным. И что объединило экс-супругов Алексея Чадова и Агнию Дедковскиты? Два года назад это было невозможно. Сейчас прошло время, все процессы прошли. Мы стали мудрее, умнее. Восемь нулевых свиданий. Пытался с ней познакомиться лет пять. Она мне отказывала. Почему история их отношений напоминает киносказку? Когда мы уже познакомились, я говорю, боже, он мне писал пять лет. Семейная пара, режиссер Мариус Вайсберг и актриса Наталья Бардо сегодня в гостях у Федора Бондурчука. На канале СТС стартует сериал «У летный экипаж». И сегодня у нас в гостях его режиссер, один из самых успешных комедиографов страны, Мариус Вайсберг и исполнительница главной женской роли, актриса, певица, спортсменка, красавица Наталья Бардо. Я выделяю Мариуса. Вот он трезво говорит то, что он умеет делать, то, что ему нравится делать. Когда ты говоришь, а почему ты взялся за этот проект, и перед тобой сидит режиссер, который говорит, ну, меня устроили финансовые условия, это режет слух. Какая у вас выработка? Подождите, подождите, а про зерно роли мы не будем говорить? А про творческую лабораторию? Нет, здесь никакой творческой лаборатории. У нас есть сценарий, ты должен выполнить его от А до Я. Он выбрал свое направление, он в нем комфортно себя чувствует, и более там свободно и легко относится к этому, и получает удовольствие от творчества, которое заключено в рамках того жанра, в котором он работает, и который диктует свои правила. Наташа, Мариус, здрасте. Здравствуйте. Как я рад вас видеть? Очень рад тебя видеть. Поговорим о случае. Так. С Наташей случайно познакомились? Неслучайно я за ней пытался с ней познакомиться лет пять, до того, как... Познакомился. Познакомился, да. Она мне отказывала. Очень интеллигентно писала, что... А ты когда заметил Наташу? Я заметил Наташу в соцсетях, по телевизору я ее видел несколько раз. Ну, хотел познакомиться. Какой человек-то есть в одной сети, где пишет, в другой сети, где пишет коротко, и в третьей сети, где в основном фотографии? Я не везде, и я, честно говоря, уже сейчас не такой сетевой человек, но в то время, когда пытался познакомиться с Наташей, был достаточно сетевой. Он серфинговал, и она, понимаешь, на фотографию... Ай, так, нет, нет, нет. Так, 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 так. Это было очень забавно все, потому что я просто читала сообщения от Мариуса, и в итоге, когда мы уже познакомились, я говорю, боже, он мне писал пять лет. То есть я просто... То есть сколько лет? Мне вот, сорок семь. Так. Ну, на самом деле... Ты поняла, кто такой Мариус Вайсберг? Вот в этом-то и вообще все дело. Я не знала, кто такой Мариус Вайсберг. И когда мы уже познакомились, то есть мы были на одном мероприятии, и моя подруга мне говорит, вот со мной Мариус Вайсберг, я говорю, кто это? Она говорит, ты что это? Великий режиссер, он такие комедии кассовые снимает, у него такие фильмы интересные. Восемь свиданий, у него любовь в большом городе. Ты что не знаешь, кто это? Я говорю, боже, я знаю эти фильмы, но я не знаю, кто это. Она говорит, вот это он. Ну, на этом, собственно, мы и разошлись, и... Так, вот это он, и ты видишь самого главного пижона нашего города. Я абсолютно не видела никакого пижона, мы с ним, значит, за руку поздоровались. Он говорит, а вас как зовут? Я говорю, Наташа. Он говорит, угу, хорошо, ну, до встречи. Ну, и, в общем, на этом мы и разошлись, и после этого он мне опять пишет. Я открываю и вижу просто дикое количество сообщений, еще там три года назад сообщения. Я думаю, ой, он не писал. Так это какая красивая история, да, оказывается. Да, история правда красивая. Я, если честно, когда сама это поняла, я даже не поверила, думаю, это прям сказка. А ты зачем писал, Мариус? Ну, хотел познакомиться, просто нравилось. Мне показалось вообще живой человек очень, такой какой-то честный, красивый, такой очень, ну, моего формата человек. И я решил, что буду писать... Что такое человек твоего формата? Человек, честно говоря, открытый, честный, с внутренним достоинством, желательно талантливый, да, как бы просто хочется чем-то восхищаться по определению. Когда я посмотрел материалы по Наташе, у меня показалось, что вот это как раз все то, что мне как раз нравится. Я никогда, ну, в этом смысле... Ну, на самом деле, современная очень история знакомств. Да, история современная, она еще более современная от того, что Мариус режиссер, я актриса, и в итоге-то пришла-то я на пробы. Ну, то есть, в итоге на свидание-то я не пошла. Первое приглашение было приглашение на пробы. Нет, на свидание все эти годы, конечно, он приглашал. Он давай встретимся. Ну, да, оказывается, что это были свидания, да. Вот, а потом он мне говорит, вот у меня есть роль, давай ты будешь ее играть. Я читаю эту роль, мне не нравится. Я говорю, Мариус, извините меня, я не буду это играть. Когда у вас появится другая роль, вы меня позовите. Ничего себе реакция, а ты что? К сожалению, в тот момент, когда она в итоге согласилась со мной встретиться, я уже у меня был укомплектован абсолютно. Вы писали, что ты просто маленькая была. Да, что была очень маленькая, просто я хотел каким-то образом... Жук. Как-то, да. Познакомиться. Да, ну, мне было неважно, я улетал в Киев в то время, снимал, и решал, что, ну, мне надо хоть как-то зацепиться, чтобы она туда приехала, чтобы я еще смог ее как-то... Обхаживать. Обхаживать. Вот, и предложил, что было. Ну, не тут-то было. Я, конечно, сразу на первых пробах встречи, я сразу поняла, что как-то он на меня не по-режиссерски смотрит. Думаю, надо, наверное, в этот раз отказаться. Да, парочка. Не успели мы восхититься секретным досье Стивена Спилберга про свободу и ответственность пресса, как он уже приготовил для нас совсем другую историю. О чем, узнаем у Никиты Карцева, который за 150 секунд разберет на детали новейший спилберговский фильм «Первому игроку приготовиться». Время пошло. Первому игроку приготовиться. Это экранизация одноменного романа, который стал сенсацией несколько лет назад. Построенный полностью на отсылках к массовой поп-культуре, кинокультуре и игровой культуре, начиная с 80-х и до наших дней. Там немножечко намекнули на вот этот фильм, там немножечко, значит, Кинг-Конг подпрыгал, здесь немножечко Лары Крофт повеяло. А потом в какой-то момент происходит такое, что ты просто сидишь в кинотеатре и такой, да ладно, так можно было что-лить? 2045 год. Мир погружен в хаос. Все, как мы любим. Но когда очень унылая реальность, круто себя прокачала реальность виртуальная. Они придумали компьютерную игрушку, попадаешь туда в эту игру и оказываешься в настоящем азисе, где все подчиняется только своему воображению. Люди приходят сюда ради возможности что-то сделать, но остаются, потому что могут кем-то стать. В этой вселенной есть простой парень, который в обычной жизни вполне себе щуплый очкарик, а там-то в компьютерной игре супергерой, который добьется справедливости в одиночку. Ну, конечно же, до поры до времени там появится у них своя бригада, своя великолепная пятерка, и все у них пойдет с этого момента отлично. Оазис – это творение гения Джеймса Холидея. Привет. Если вы это смотрите, значит, я мертв. Я создал секретный объект – пасхалку. Цель – добыть три ключа к спрятанной пасхалке. Пасхалка в мире компьютерных видеоигр – это такой лакомый кусочек для игроманов, который создатель видеоигры, ее творец, спрятал для самых настырных, для самых едливых, тех, кто любит это всей душой. Стивен Спилберг – один из самых богатейших людей на планете. Человек, который 35 тысяч раз уже всем все доказал. Свои преклонные седые года в очередной раз проворачивает тот же самый трюк. На суперпростых каких-то примерах рассказывает нам, что такое честь, доблесть, дружба, любовь и что такое чистый, незамутненный кайф игры. Как можно быть и таким богатым, и таким нечерстым чуваком? Это вообще отдельный талант. Про все остальное просто молчу. Запредельный уровень развлечения – это какой-то уж совсем неприличный уровень визуального совершенства. Сочетание вообще абсолютно всех технологий, которые есть у нас сегодня на данный момент. Вы готовы к битве? Помогите спасти Оазис. Короче, первому игроку приготовиться и получать, и получать, и получать удовольствие. Вернитесь с кухни сразу после рекламы. Кино в деталях представляет премьеру рубрики «Жги». Я Дарья Сагалова, сейчас вам покажу улетную поддержку. В ней звезды будут делиться своими скрытыми талантами. Я передаю эстафету Лёше Чадовичу. Первый пилот улетного экипажа. Поднимать каждый день в воздух эту махину, это нужно быть немножко ненормальным. И что объединило экс-супругов Алексея Чадова и Агнию Дитковскиты? Два года назад это было невозможно. Сейчас прошло время, все процессы прошли. Мы стали мудрее, умнее. Драме «Капут» или «Как Мариус затянул жену в комедию». Он мне сказал, ты такая смешная. И как в ответ она уговорила его вступить в улетный экипаж. А я могу рассказать. Ну давай. Мы снова в студии программы «Кино в деталях», а у меня в гостях Наталья Бардо и Мариус Вайсберг. Продолжим. Наташа, направление, интересы твои, спорт, музыка, актерская профессия, когда приоритеты расставила? На самом деле я очень разносторонний человек, мне много чего интересно. Мне интересна и музыка, мне интересны и книги, мне интересен театр. Но все равно как-то так с детства повелось, что для меня важно было вот работать. А вот с детства повелось. Тебе сколько лет когда-то у сестры моей снималась, у Наташи Бондарчук? Ой, мне было так мало лет. 14 лет что ли? Да, да, да. Как попало, как нашли агенты? Да, это было очень интересно, потому что у меня у мамы подруга, которая работала кастинг-директором. И я вообще в принципе в 14 лет попала на съемочную площадку, и я ребенком сидела в массовке, и мне так было все интересно. Я смотрела на весь этот процесс, и мне... Ну вот подожди, ну то есть получается родители все-таки, ну, как-то подталкивали в этот мир, да? Нет. Родители наоборот, мама говорила, ну какая-то актерская профессия, она такая скользкая, такая непонятная. Вот меня, мамина подруга взяла меня посмотреть, как это выглядит. И меня вот заметили, мне стали давать маленькие роли, мне так это было приятно. Такая же хорошенькая-хорошенькая была в детстве. Да, она вообще была сладкая такая, была Барби абсолютно. Барби, да. Ну, я более, наверное, строптивая была. У меня было больше такого, знаете, как в детстве бывает, нет, я сам. Я сама, я все сама. Наташа, готовы на эксперимент? Плюс 20 килограмм и вперед. Нет. Нет. У меня просто было плюс 23 после беременности. Я знаю, что это такое. И это, в общем-то, огромная, колоссальная работа. И я скажу, почему я говорю нет, потому что есть другие предложения. И быть уверенной на 100%, что это будет хорошее кино, невозможно. А какие предложения? Вот кем тебя видят? И что за жанры? Вы знаете, вот интересно, 5 лет назад я думала, я, наверное, комедийная актриса. Потом мне все говорили, какая ты комедийная? Ты совсем не комедийная, ты драматическая актриса. Я снималась, у меня были драматические фильмы, сериалы. И когда Мариус меня увидел, он мне сказал, ты такая смешная, тебе надо в комедию. Я на него посмотрела, думаю, Вайсберг сам мне говорит, что мне надо в комедию. Ладно, тогда в комедию. И вот это началось. Я как-то поверила, наверное, в себя, расслабилась. Он мне сказал, расслабься и живи просто, и получай удовольствие. И я стала получать удовольствие. Сейчас мне предлагают комедию. И мне нравится. Вот так вот мы перешли к улетному экипажу. К сериалу. Это твой первый сериал. Да. Это мой первый сериал. Как так случилось? Я могу рассказать. Ну, давай. Это целая история. Вообще книгу можно про это написать, но это, наверное, для меня так. Потому что я попала в этот проект очень давно, еще два года назад. Был другой режиссер, был другой ансамбль, был вообще другой сценарий. И я там снялась. И продюсеры что-то там долго думали, они смотрели, они приняли решение поменять режиссера. Потом они думали о том, все ли из ансамбля артисты останутся. И в какой-то момент мы приезжаем на дачу, и Мариус говорит, слушай, мне тут флешка, вот надо посмотреть. Мне тут предлагают сериал снимать. Но я так не хочу сериал снимать. Это так тяжело. Как вы там работаете? По 15 часов, 4 месяца, это вообще как? Я говорю, включай. И он включает, и там начинается, значит, пилот улетного экипажа. И я там... Вот он, наконец-то. Хожу. Случайно. И Мариус говорит, ой, ну не знаю. Ну я не знаю. Я говорю, пожалуйста, пожалуйста, сними это, потому что это будет очень круто. Это твой жанр, это комедия. Я говорю, лучше никто не сделает. Я не побоялась этого сказать. Во-первых, вся команда СТС очень была воодушевлена тем, что я как бы это вообще в принципе рассматриваю. Они очень меня попросили как бы и сказали, что они мне дадут полную свободу творчеству. Обхаживали давно тебя. Обхаживали. Андрей Радько с Катей Градецкой, с которым я уже работал на 8 свиданиях. Мы вместе делали франшизу. 8 первых свиданий, там, новых свиданий. Они, значит, являлись продюсерами. Мало того, что они мне дали правильные очень условия, но они мне... Самое главное, что я чувствовал себя абсолютно спокойно, что как бы... Ну, прошу тебя тогда прокомментируйте, что такое правильное условие для режиссера Мариуса Вайсберга? Во-первых, есть финансовая составляющая просто. Понятно. Это принципиально, и это было все очень грамотно составлено, и меня это устроило. И второй момент. Мы с ними сработались. Они знали, что мне можно доверить творчество. Ну, что мне надо дать возможность принимать основные творческие решения, да, как бы. И это для меня просто основополагающая вещь, потому что, ну, ты это сам прекрасно знаешь, у тебя она есть. То есть они тебе дали возможность настаивать на своем кастинге? Конечно. Настаивать на своем кастинге. Я со всеми всегда все проговариваю, обсуждаю и так далее. Но, тем не менее, какие-то интуитивные вещи, которые я в итоге, как бы, делаю, да, как бы, они всегда срабатывают. И мне важно это дать возможность это делать, потому что иначе я не могу тогда, что называется, свести и делать то, что я чувствую. И это все превращается из творчества в какую-то дипломатическо-политическую. Ну, как ты знаешь, прекрасно очень часто можно с продюсерами начать конфликтовать, да, как бы по этому поводу. И все, и уходит жизнь. А для меня самое главное, чтобы на площадке жизнь была. Я чувствую эту жизнь, я ее начинаю уже, как бы, формировать. Согласился я именно из-за того, какая там была, в первую очередь, команда продюсерская, СТС-команда очень теплая и правильная. Ну, и, конечно, участие жены, которую я хотел раскрыть, на самом деле, потому что... Так я все понял, откуда это все проект. Это вот все, всю первую часть мы убираем. Потихонечку. Конечно, и оставляем только последнюю фразу. Ну, и, конечно, участие жены. Ну, это как минимум приятно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В этом образе, в образе пилота, но при этом социопата-женоменавистника, которым он, на самом деле, совсем не является, он сделал просто идеально. Все равно мы все время чувствуем, что в нем где-то в глубине сидит, как бы, пушистый зайка. И в этом его, как бы, кайф. И это в нем, на самом деле, чувствуется. И это в этом у него женщины чувствуют. Наглядное доказательство – шоу «Союзники», премьера которого скоро состоится на канале СТС. Его участники – разведенные пары, у которых есть общий ребенок, и которые ради него хотят найти общий язык и наладить человеческие отношения. В роли ведущих – бывшие супруги Алексей Чадов и Агния Дитковскиты. Я сама из разведенной семьи. Мама, папа – они лучшие друзья. Папина жена – лучшая подруга мамы. Папа приезжает к нам, мы живем, мы всей дружной семьей, все вместе. Мы приезжаем туда, мама живет там, даже если она едет без меня, она все равно едет в дом к папе с женой. У меня изначально такая модель заложена. Я просто не знаю, как по-другому. Я не понимаю, как можно говорить что-то плохое про своего бывшего мужа, особенно когда вы 10 лет вместе прожили. Чадов и Дитковскиты, которые развелись чуть меньше года назад, показывают поклонникам класс. Ни публичных скандалов, ни обид. Здоровые партнерские отношения ради сына Федора. Два года назад это было невозможно. Сейчас прошло время, все процессы прошли. Мы стали мудрее, умнее. Мне важно, чтобы Федя, мой сын, видел нас счастливыми. Даже если мы вместе не живем, у Федора два дома. Дом где есть мама и дом где есть папа. Я переживала очень сильно, что как же ребенка, он не понимает, где его дом конкретно, мечется туда-сюда, но пока я вижу, что это совершенно не во вред, не в ущерб. Агния говорит, такой идиллии удивляются даже их друзья. Иногда они с Чадовым вместе отправляются в отпуск с сыном. Кстати, по словам бывших супругов, сейчас их союз скреплен договором. В нем оговорены условия совместного родительства. Чадов говорит, в нем нет необходимости, но документ дисциплинирует. Сами понимаете, в каком мире мы живем, лучше это сделать. Когда-то он ходил в завидных холостяках, а теперь стал завидным разведенным мужчиной. Девушки, берите на заметку. Его поколбасило, помотало, покидало и жизнью побило, но при этом он, конечно, остался романтиком. Конечно, он мечтает найти большую свою любовь, и он вообще семьянин. Я много вижу артистов на разных проектах, и я смотрю, что парни, вот мужика в них нет, а в Лехе есть. Леха мужчина настоящий. А увидеть его можно в сериале «Улетный экипаж» по будням на СТС. Да, и весь полет мечтал вам сказать. Вы все козлы! И это еще не конец. Не пропустите после рекламы. Кино в деталях представляет премьеру рубрики «Жги». Я Дарья Сагалова, сейчас вам покажу улетную поддержку. В ней звезды будут делиться своими скрытыми талантами. Я передаю эстафету Леше Чадову. Блондинка за штурвалом. Они летают? Летают. То есть можно попасть на... Есть, их всего две, да. Хорошо, что сказал. И почему пилот в юбке? Эта история почти из разряда фантастики. Бизнес гражданской авиации достаточно шаминистический в России. Ну и тут, конечно, не без женского шантажа. Мы снова в студии программы «Кино в деталях», а у меня в гостях Наталья Бордо и Мариус Вайсберг. Продолжим. Как вы работаете в кадре? Ты кричишь? Не знаю, вроде не кричит. Ну так кричу я. Где Бордо? Нет, так не кричит, потому что я... Попоздала на площадку? Я не обаскиваю никогда. Приезжаете вместе на площадку? Вместе, кстати, не приезжаем, потому что мне еще гримироваться надо, у него еще есть час поспать. Это плюс режиссера. На самом деле, это очень интересно. У нас как-то такие характеры, что у нас, ну, нету проблемы, умеем договариваться, мы друг друга знаем. Я, конечно, волновалась, безусловно. Я думаю, как я буду с Мариусом? Это 24 часа в сутки, еще на площадке. Вечером, дома. Как когда-то снимаешь? Прости, пожалуйста, но я со съемок. И я со съемок. Да, но у меня 15-часовая рабочая. И у меня 15-часовая рабочая. То есть чая не будет. Есть большой плюс. Когда ты снимаешь сериал, сил на эти разговоры не остается. У тебя нет времени ни конфликтовать, ни отдыхать. Конечно, наверное, здорово быть актрисой, когда у тебя муж режиссер, и когда он хочет тебя снимать, и когда он это делает еще с удовольствием. Многие думают, ах, как ей повезло. Но для этих людей, я хочу сказать, что мне нужно его еще поддерживать, потому что у него колоссально тяжелая работа. То есть если у меня бывает какой-то выходной, когда, например, снимают Лешу Чадова и других артистов в кадре, у меня, например, выходной. А Мариус все снимает и снимает, и снимает, и снимает. Вот этот график 6-1, и, конечно, он устает, и мне нужно его тоже поддерживать. Но вообще, я не знаю, для нас это было интересно, и мы даже ни разу не поработали. И переходим к сюжету. Полина Овечкина, которую играет Наташа Бардо, мечтает стать первым пилотом. Она стажер, она налетала там какое-то дикое количество в тренажере, так сказать, миль. В авиасимуляторе. В авиасимуляторе, да. У нее папа разбился, был летчик-испытатель известный, и как бы вот она в честь него хочет осуществить свою мечту и вот стать ему в гордость, так сказать, папе, вот пилотом. У нее это не получается, так как бизнес гражданской авиации достаточно шаминистический в России, всего две женщины-пилота. Они летают? Летают. То есть можно попасть, наверное, когда твои... Есть, но их всего две, да. Их всего две. Хорошо, что сказал. Да, но, Федь, я тебе могу... Они летают? Я тебе могу сказать, что в Испании, например, их там две семьи. Они лучше многих мужчин летают. Ох, Наташа, так. Куда, не понятно. Куда это другой разговор? Ну вот, неважно. И в общем, она делает все, что от нее вообще только зависит, чтобы каким-то образом куда-то устроиться вторым пилотом, чтобы налетать достаточно миль, чтобы ее рассмотрели на то, чтобы она стала как бы первым. Ну и тут, конечно, не без женского шантажа. Да, она в итоге находит Леша Чадова, который работает на грузовых рейсах. И считает Боинги маршрутками? Да, и считает Боинги гражданскими маршрутками. Он хозяин своей жизни. Он такой челентанов, укрощение стропсилы, жененавистник, социопат. В общем, жена от него ушла. Он обозленный. Летает один на своем этом грузовом самолете. Грубит, пахнет плохо. В общем, все, да, да. Но при этом он Леша Чадов, как бы, да, при этом все равно, так сказать, в итоге в душе пушистый. И она его, значит, путем шантажа ставит его в такую ситуацию, что он не может отказаться летать на гражданском. А иначе он лишится лицензии. Он как минимум должен месяц пролетать первым и взять ее вторым. Она его заставляет это сделать. И, в общем, они начинают летать вдвоем. Сумасшедшая история. Очень живая, крутая, милая. Можно даже не говорить, потому что я знаю, как ты продаешь. Мариус, как кино? Я думал, получилось хорошо. А вот просто получилось очень хорошо. Понимаешь, это такая живая история получилась. Я думал, живая, а, знаешь, получилась очень живая. Хорошо, уверен. Мариус, закончил? Да, ну как дела? Фу, знаешь, хотел тебе сказать. Думал хорошо, получилось потрясающе хорошо. Такая живая история. Ты невероятно солнечный человек. Ты где подпитываешься? Так что ж тебе такое, где ты берешь эти лучи в нашем солнечном Москве? Ну, видишь, я все-таки в Лос-Ажиосе прожил, учился и прожил 20 лет. Ну, то есть там я... Сколько ты прожил? 20 лет. Ну, это, считай, полжизни. Да, и в зрелой жизни. Ну, ты же сам знаешь прекрасно, в Лос-Ажиосе, когда там находишься в обойме, общаешься с творческими людьми, там, в общем, мекка творческая, да, как бы, мировая, по большому счету. А вы как сейчас живете? Вы много в Лэе проводите время? Ну, в общем, проводим, по полгода проводим. По полгода с таким. Наташа разжажала. Да, я почти год жила там. Наташ, время-то у вас есть друг на друга и на деток? Находим. Как воспитываете? Мягко, но в ежовых рукавицах. Она прям воспитатель. Понятно. Что-то мне кажется, что... Она прям... Ну, я аккуратна. Но мне не забалуешь. Что хорошо, в Наташке она, по большому счету, добрая. То есть при всей ее желании контролировать все, она контролирует ребенка, нянь, там, все, вот это все. Но при этом... Тебя? Ну, меня пытается, но как бы со мной сложнее, потому что мы оба овна, она минимум понимает, что лучше не трогать. Но мы похожи, правда, с Марисом. Очень. Ну, то есть я только контролирую, а потом думаю, так, а если он меня? Не, 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 не буду. Ребят, спасибо, что пришли. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Представляю премьеру нашей новой рубрики, называется она «Жги». В ней звезды демонстрируют свои неожиданные дарования. Кто будет первым, узнаем у Анны Сергеенко. Здравствуйте, это «Кино в деталях» и рубрика «Жги». Я, Дарья Сагалова, сейчас вам покажу улетную поддержку. Михаил. Вот такая петрушка. Смотрите сериал «Улетный экипаж» на канале СТС с моим участием, а я передаю софету. Леша Чадович. Леха, жги. На сегодня все. Мы увидимся с вами ровно через неделю на канале СТС. А пока сходите в кино. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok